Армия России, защита Родины. Ну, это временное. Ну, пока временное, но оно временно нужно. Временное и вечное большая разница. Временное оно кончается и уходит. А вечное всегда пребывает. Ну, и все же, даже для временного мы нужны. Ну, надо, она и говорит, помышляйте о горнем, а не о земном. О горнем, туда, где горы вершины. А это, можно вот такой вот вопрос нескромный? Прям вот, у меня много вопросов, я вижу, что вы человек набожный. А, ну, вижу, что вы человек начитанный. Ну. У меня нет таких конкретных вопросов, у меня таких серьезных вопросов, у меня вот обыденные. Только ничего личного, чтобы не было. Нет, 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 я знаю норму. Вот смотрите, пожалуйста, вот вы только не подумайте, что я хочу что-то оскорбить, это я говорю, спрашиваю по своему незнанию. Вот. Почему женщинам, женщинам, во время, ну, цикла месячных нельзя заходить в церковь? Ну, потому что называется нечистота. И мужчина, если у него излилось семя, был вместе, точно так же делается нечистым. Если у него что, простите, где? У мужчины, если у него из течения семени было, тоже считается нечистота. А сколько, а сколько это по времени нужно пройти? Ну, хотя бы, хотя бы в этот день, чтобы вам мысли надо и... Ага, я понял. А вот такой вопрос к вам, знаете, а вот матушки, которые работают, ну, вы понимаете, да, мой дальнейший вопрос? Ну? Как они с этим... Как они? Они все под общий закон. Ходить можно в церковь, но и к святыням не прикасаться. Ни к иконам, ни к Евангелию. А это где-то прописано? Прописано, прописано, что если у ней месячные, называются, то креститься нельзя, причащаться нельзя, ждать, когда окончится и когда она очистится. А вы христианин, да? Я христианин, православный. Я понял вас. А вот такой вопрос, хорошо. Вот смотрите, раньше было, когда... Кто Русь крестил, напомните мне, пожалуйста. Князь Владимир. Владимир, да. Вот есть такие даже картины, что он... И рассказывает, что он загонял в реку и крестил людей. Почему сейчас, почему сейчас тогда это все делается на церквях, в церквях за деньги? Да потому что неправильно одурели от жадности. Ну, я понимаю, как мне, допустим, покрестить ребенка, если, допустим, у нас есть в городе Успенская церковь? Вот. И, то есть, не нужно заплатить, не нужно купить... Не надо платить. Если будешь платить, то крещение твое никакое. А как мне тогда это сделать, если... А так поговори, найди священника, который не за деньги, чтобы три раза полностью до одной волосинки под водой скрылся, а не просто мокрая ладошка. Это обманщики. А вот, ну, вы понимаете, вот я вот даже спрашивал людей, вот книжечки покупаете, потом веревочку, на веревочку на крестик покупают, крещеную. Ну, веревочка-то я не знаю. А книги, это деньги стоят, заплати ты, хоть где можешь купить их. Кто их будет даром печатать-то? Я понимаю, что церковь, она всегда существовала на пожертвование. Ну, пожертвование-пожертвование, а книга-это книга. Пожертвование, а ты взял книгу, да какое пожертвование-то? Ты купил ее? И вы знаете, у меня тоже такой, вы не сочите задерживать, конечно, такой вопрос, я, потому что сейчас рулетка постоянно, то не постоянно, я сижу, вы сами понимаете, это такой разврат, на самом деле, вы сами сказали. Вот, и у меня вот такой вопрос, это моя глупость, потому что я не понимаю, что на самом деле я сейчас задам, но я, у меня вот мучает этот вопрос. Вот, мы произошли от Адама и Евы, правильно? Да, правильно. И вот следующий вопрос, который меня вводит в ступор, я его стесняюсь задать, но это же получается тогда в дальнейшем инцест, или я ошибаюсь, простите. Что именно в дальнейшем? Ну, родственник с родственником занимались половым актом, получается. Ну, первые дети его были, женились на родных сестрах, тогда человек был крепкий, по-другому никак. Первое, а теперь определенное родство, не меньше, чем в шестом колене. Ну, а как это тогда состыкуется? Ну, как, для этого есть архиерей, которые решают, к нему обращаются, просят разрешения, венчают, и тогда уже не разводиться, никогда нельзя разводиться. Они венчаны, законные. Родственники? Да почему родственники-то? Я вам задал вопрос по... А я вам ответил, ближе шестого колена нельзя. Шесть колен, это очень далеко. А как тогда первые люди пошли дальше от дамы Евы? Ну, первые, я же вам ответил на это. Первые женились на родных сестрах. Первые. Потому что людей-то не было, и люди были очень сильно, на них это не влияло. А сейчас это... А, простите, а где написано, что именно конкретно они являются исключением? Ну, так понятно, других-то и не было. Это первая, вторая и третья главы книги «Первое Моисеевы бытие». И их не наказывали за это? Нет, не наказывали. Это все законно было. То есть, получается, где-то должно быть исключение, правильно? Ну, исключение при начале, всегда. Кто на счет так делает, то исключение. Вот первый человек получил жену из ребра. А ну, сейчас я не могу из ребра ее получить, а надо идти знакомиться где-то. И вот такой вопрос. В Чатурлетке мы с одним человеком разговорились. Вот. И он мне задал вопрос, а вот добровольный уход из жизни для того, чтобы дать новую жизнь. То есть, само... В общем, не дать новую жизнь, а продолжить новую жизнь в ребенке. Ну, само... Что ему дается в чем-то. Вы говорите самоубийство? Нет, нет, нет. Ваше... Ну, не знаю. Вот, нет. Вот, смотрите, ребенку требуется сердце, допустим. А, сердце? Да, сердце подходит у него только от отца. Отец готов дать свое сердце. Да нет, никак не от отца. Надо и возраст смотреть, и группа крови. Ну, допустим, что-то какой-то важный элемент в организме, который требуется для жизни. Только от трупов берут. А не так, что этого зарежем, а того... Такого не делают. Я понял, что врачебная... Даже врачебная этика говорить не навреди. Это одно из правил. Но и все же, это будет считаться грехом? Конечно, грех. Если он... Сердце возьмите, отдайте ему. А почему я ему должен отдавать-то? Нет, нет. И отдать своему ребенку, допустим. Ну, хоть и своему. Разницы нет никакой. Зачем? А вот если с моральной точки зрения, вы думаете, у вас много людей разделит ваше мнение? Да мне зачем это непонятно. Я должен любить его как самого себя. Как самого себя. А я что могу дать? Сердце одно. Если даже две почки, одну еще как-то могут отдать. А сердце-то одно остановилось, и все. То есть я разрешаю, убейте меня, а он чтобы жил. Такого нет нигде. Это выдуманное. Не один врач. Нет, выдуманное, может быть, в книгах. А по факту в жизни, я думаю, такие случаи были. По факту от трупов, когда убирают. Они ждут, когда подходящий труп будет. Сразу вырезают. Ага. Вон оно как. Да. То есть в любом случае человек, отдавший ребенку, берет на себя грех, да? Ну вот собачье сердце Михаила Бугакова-то читаешь. Там так и есть. Ну что собачье сердце получается? Ну, нас ждали, когда там этот Клим Чугункин будет зарезан, и тогда прямо взяли. Ну ладно. То есть, получается, мне нужно проще сказать, вот по фонаролю, да, допустим, чтобы не брать на себя грех, я должен заказать сам на себя убийство. Меня убьют, и только тогда меня тоже разделают, возьмут мне сердце. Да не надо. Нет, чтобы греха ни на мне не было, ни на сыне не было, который сердце моё взял. А грех был на убийце, которому я заказал. Так, нужно думать о том, как покаяться перед Богом, жить для Бога. А этому хоть сколько можем метелить в воздух языком? Вы толку-то? Нет, ну, вы знаете, каяться для Бога, это понятно, но мы сейчас живем пока в нашем брендном мире. Поэтому мы и рассуждаем так, как мы сейчас живем. От мёртвого берётся, от мёртвого. Поэтому бывает так, что надо мёртвого. Бывает, человеку умерщвают бандиты. Сердце или органы на органы. Детей воруют, убивают их, а потом органы продают. Этих людей нужно наказывать даже не по закону. Их нужно наказывать, как по лолочьей стае. Слабо, если убил, я не знаю. Который ребёнка убивает, человек недостойный для жизни. Так, у вас духовные вопросы есть о спасении души? Ой, Господи, да хрен его знает. Извиняюсь, конечно. Хрен это какое растение. Вы зайдите на наш YouTube, зайдите. Называется «Восвяти Библии» YouTube, канал. Да, вы понимаете, я там, там, потом со мной сочетаю. Главное, всё, пока. До свидания.